Поиск дизайнера Далее мы отдаем ему ТЗ, плюс скетч и предоплату в 30%. Итак, поехали. Сначала мы пишем ТЗ на дизайн сайта. Мы так и пишем в документе ТЗ на дизайн сайта шумоизоляция авто. Далее пишем. Дизайн нужен в каких-то цветах. В моем случае это бело-зеленые тона и темные детали. Как сайт и ссылочку на сайт. Если вы что-то приметили, смело берете, говорите, возьмите оттуда цвета, чтобы точно потом не разругаться с дизайнером. Далее шрифт. Купрум регулар. Это мой любимый шрифт. Он такой маленький, плоский. На моих сайтах на всех как раз используется Купрум регулар. И в 90% случаях он уже загружен на компьютерах. То есть дополнительно шрифты загружаться на компьютер не будут. Это сокращает время загрузки сайта. Большой плюс. Далее ширина сайта 1000 пикселей. Это стандартная ширина лендинга. У более широких лендингов будут дополнительные проблемы. Во-первых, очень сильно размыться может внимание. Второе, они хуже смотрятся на портативных экранах. Собственно, тоже пункт очень интересный. Дизайн должен быть схож с сайт. Ссылочка на сайт, но по тематике, например, аренда помещений. Обычно я, конечно, ставлю для новых дизайнеров просто ссылки на свои сайты, какие я делал до этого. А вы можете ставить ссылки на сайты, которые вам просто понравились. Шум. Тематика, естественно, шумоизоляция авто. До этого, естественно, я использовал ТЗ для других своих сайтов и просто скопировал его. Фон первой страницы при заходе на сайт. То есть, собственно, намек на то, что у нас вот этот вот фон. Должен быть картинкой и скетч. Ну вот, собственно, картинка и скетч. Картинка прикреплена, но я дополнительно отправляю. Форма захвата должна выделяться от фона. Смотрим на форму захвата, видите, она розовенькая. Как в скетче, цвет на выбор. Цвета кнопок на усмотрение, желательно под тоже ссылка на сайт. Кнопки ссылки, это вот эти вот сверху кнопочки. Там, где текст подчеркнут, должны быть кнопки якоря. Их выделить как ссылку. Ну вот, собственно, раз, два, три, четыре. Компания, название в цифрах. Ну, собственно, прямо напишу, как в скетче. Потому что тут все как в скетче. Нужно сделать, как в скетче. Здесь посмотрим первый вариант, а дальше, если нужно, мы что-то добавим. Особо сильно на ТЗ сейчас париться я не буду. Компания, название в цифрах. Это дальше, ниже. Собственно, все как в скетче. Как вы понимаете, здесь, в принципе, все уже расписано. Главное указать цвета, где взять кнопки и на что должно быть похоже. Плюс желательно отправить картинки. Ну, в моем случае я не буду отправлять картинки. Я хочу посмотреть, что сделает дизайнер, его видение. А потом я просто сделаю исправление. Собственно, вы посмотрите на исправление. Все, ТЗ готово. Далее мы заходим на Freelance.ru, например. Регистрируемся тут. И создаем новый проект. И давайте посмотрим, как нужно оформить, грамотно оформить объявление для дизайнеров. Во-первых, название. Желательно писать так, как есть. Если у нас дизайн одной страницы, то мы пишем именно дизайн одной страницы. Почему не лендинг пейдж? Потому что создать дизайн одной страницы – это 3, 5, 7 тысяч рублей. А если создать дизайн лендинг пейдж, то это уже может быть 10, 15, 20 тысяч рублей. Все зависит от того, как мы это напишем. Далее. Стоимость, собственно, у меня стояла 5 тысяч рублей. Сильно не поменялась. 5 тысяч рублей вполне достаточно для того, чтобы сделать красиво. Срок выполнения 3 дня. Вариант оплаты. Здесь без предоплаты я использую. В принципе, можно отдать 30% от всей суммы. То есть, например, 1,5 тысячи рублей. Почему? Потому что, когда вам дизайнер ничего не должен, он может делать 3 дня, может 7 дней делать, а может вообще ничего не сделать. А когда вы ему дали 1,5 тысячи рублей, он уже вам, в принципе, обязан. Способ оплаты. В моем случае электронные деньги, потому что дизайнер может быть откуда угодно. Категории это веб-дизайн, дизайн-сайтов, ну и удаленная работа, понятное дело. И описание проекта. Есть готовый скетч в PSD. Он как раз у нас в PSD. Дописываю ТЗ. Собственно, вот. Необходимо сделать дизайн в PSD по этому скетчу и ТЗ. Также есть фотографии, которые необходимо использовать. Обязательные требования. Наличие в портфолио. На самом деле я понял, что лучше уточнять и писать даже в описании проекта, пришлите 5-6 работ. Пусть прям так и напишите. Пришлите 5-6 работ по лендинг-пейдж. Или пришлите 2-3 работы по дизайну лендинг-пейдж. Естественно, вы опубликовываете проект и вам начинают люди писать. Пишут они все, вот, это проект 2013 года, но смысл тот же самый. Что 2013, что 2015 год. Все одинаково. Если вы написали, пришлите портфолио, то человек, адекватный человек, должен прислать свое портфолио. Если вы написали, пришлите 2-3 работы по лендинг-пейдж, то они должны сюда вписать свои примеры по лендинг-пейдж. Добрый день, готов помочь, пишите, обсудим, неинтересно. Добрый день, готовы сделать, неинтересно. Вот, например, интересно Максим, которого как раз таки я тогда и выбрал, по-моему, для работы над проектом. Почему? Потому что человек написал портфолио по сайтам. Он единственный, кто действительно прислал портфолио. Все остальные, как вы видите, не прислали портфолио. Поэтому, собственно, собеседовать нет смысла. Идет выплата денег, например, 30%, и дальше идет работа сразу с дизайнером. Насколько я помню, с Максимом как раз мы и работали. Он попросил предоплату, и он как раз сделал очень хорошо. Видите, как раз у него и отзывов очень много, и они все положительные. В том числе хочу заметить, что у него в портфолио есть даже мои работы. Ну, вот, например, одна из самых старых работ. То есть у него есть даже мои работы, что приятно, в принципе. Он показывает их клиентам. Ну, ничего плохого в этом нет, как вы понимаете. Смысл в чем? Смысл в том, что нужно правильно подходить к написанию объявления и очень грамотно выбирать из всех людей, которые вам отписывают. То есть смотреть на отзывы, смотреть, что они пишут. Если они пишут одно и то же, что всем здрасте могу выполнить, или плюсик ставить, или еще что-нибудь, это нас не интересует. Нас интересуют только те люди, которые пришлют нам, например, портфолио. Или 2-3 варианта лендинг-пейджка, на которые они уже сделали дизайн. Ну, например, также Сергей подходит. Он написал, здравствуйте, готов взяться за разработку дизайна сайта. Хотелось бы ознакомиться с ТЗ и увидеть скетч. Хотя бы прочитал объявление, уже хорошо. Ну, и, конечно, желательно еще увидеть, какое-то портфолио. Ну, портфолио у него вот здесь и есть.